А вот эту фотографию мне прислали много-много лет назад. Я не открывал эти холмы, не изобретал. Я в чёрт никогда лет 30-40 назад прочитал, что посадка на холмы это лучше, чем посадка в ямы. Я пропагандирую этот способ. Я вынужден показать, я этот снимок назвал «Борьба новая со старыми землями». Ну, вот она дурь, пропагандируемая. Вот они, посадки в ямы. Ну как, центр города, да? Но тут же сгнило. Знаете почему? Я уже отдельный фильм снимал. Потому что у нас здесь начинает снег падать, промерзает земля, снега мало. Потом он всё-таки под весну выпадает, и стоит лужа. Днём оттаивает, ночью замерзает. И так несколько десятков раз. Всё, дерево мертво. Да сколько шталтычить-то можно уже? Биология. Десятый, единственный класс. Базовый уровень. Вот. Вот это вот, фотографию я, смотрите внимательно. Представительное хозяйство, 9-й ноября, 15-й год. 4 года назад было. Ровно 4 года назад. Ну что, учиться будем когда-нибудь? Размеры ямы узнаёте? Которые у вас погибли деревья? А? А бордюрчики не забыли? Ну. Потом обильно обеспечить плотный контакт, и всё-всё-всё. Ну. Побелка не забыли? Вот. В общем, вот эта вот самая, вот эта дурь, она, наверное, никогда не кончится. Этому самому профессору, который вот это взял, школьникам! Передрал с один, с одному, с университетского, с академического этого, взял в школу вот это всё. Для чего? Вот. И взял, и разместил мою статью, ну, получается, скопировал уже для газеты. И называется она вот так вот нагло. Вот. И скажите, что это не так. От Сергея Дороганова. Вот. Подскажите, когда лучше рассадить корневые отводки яблонь для прививки? Значит, у меня был особый случай, я о нём уже несколько раз рассказывал, и люблю повторять. Итак, сжигает мой сад, 2008 год, второй пожар, второй раз и окончательно, 5 гектар. Вот. Кроме пенсии, жалко, ничего нет. Вот. Это 2008 год. И вот, значит, тогда я, если вы меня слышите, то хорошо. Вот. Тогда, значит, что я сделал, я объясняю, как реальный случай, живой, реальный, значит, приходит весна, я иду в лес. Дальше сад у меня был, то есть, черенки были. Я иду в лес, копаю эти самые, они рядом, чуть ли не за забором у меня растут, дикие яблони. Корневые отводки, прививаю их за столом, но, скажем, ком земли, хороший ком земли был. Прививаю за столом и сажу на постоянное место, каком плане? Не постоянное место, где расти будут, а на продажу. То есть, расстояние между ними где-то полметра. И расстояние между рядами, метр. Я вот сделал 400 прививок, практически все пошли, все продал. И оказалось, что я зарабатываю больше, чем ведущий инженер на Савянском именем заводе. Вот так вот. Поэтому это было мое, так сказать, творчество, которое потом стало моей профессией. И получается так, сейчас я еще раз найду ваш вопрос, как, по-конкретнее, что вы там имели в виду. Ага, когда лучше рассадить? А, значит, когда? Да, два варианта. Первый, раз вы готовите по двое, идеальный вариант не как я сейчас рассказал, а осенью посадили. Лучше всего за месяц, за два до зимы. Так, они приживутся. И весной вы на коленках или там на низком стульчике их привьете. Вот это лучший вариант. Тогда получается, что вы, имея в виду корневые отводки, вы не будете выращивать семечек, а значит, вы экономите целый год. Итак, осенью посадка, весной прививка, но уже на постоянном месте в питомнике. Если для себя, то уже на постоянном месте, чтобы больше уже не пересаживать. Если для себя. Так, идем дальше. Подскажите, пожалуйста, формировку дерева после прививки. Значит, еще раз скажу, что прививка, это получается дерево из почки, которое природой предназначено быть почкой на одной из веток, может быть скелетной ветки, то есть довольно крупной, или даже не скелетной веткой, довольно мелкой. Тогда и саженец вырастает небольшой. Главное отличие то, что у вашей прививки, после прививки дерева формирует крону, точную копию, почти точную копию боковой ветки, но выпрямленной. Поэтому она не пропорциональна, у нее нет штамба. А дальше два варианта. Первый мой, никакой формировки не делать, просто прижилась прививка, и панихай себе растет. Какие-то коррективы могут быть какие. Например, ветреное место. Выросла прививка, допустим, до метра. Верхнюю половину, чик, полметра. И пусть она, естественно, как я говорю, ранней весной, только ранней весной. И она пускай распластывается под над землей, если место ветреное. Если это яблоня, то ей нужен снег. Но в любом случае распластывание, это дает возможность ему защищаться от ураганных ветров. И вообще от ветров. Я вам показывал выше. Помните фотографию, это черешня, которая, вертик, этот центральный проводник замерз. Просто замерз. Вот. И, наверное, и все. То есть не давать расти вверх. Адак, у нее считайте, что штамба нет и не надо. Естественно, штамб искусственный делать не надо. Никаких лишних веток у него нет. Вот как они выпрямили дерево, эту самую боковую ветку, выпрямив ее в качестве уже центрального проводника. Кол били, она обычно норовит куда-то в бок вырасти. Кол били, подвязали, все. Дерево готово. Без штамба. И не нужен вам такой штамб. Наоборот. Если бы он был бы, его и не было бы, его нужно было бы сделать. Так. Можно ли обрезать в овощную вишню? Она очень загущается. Нет. Не обрезать. И чем больше будете обрезать, тем больше будет загущаться. А если обрезать целиком ветку, вы ее искалечите, она станет калекой. Вот какая есть, такая есть. Растет, растет. Если я никогда этого не делал, то у меня почему-то урожаи у веще вишни предельные. Видели они сто раз или двести, я уже показывал фотографии, фильмы. Это глупость. Никаких, ничего она не загущается. Она такая, какая она есть. Овощная вишня не прививается практически никогда. Она из косточки. Какой у нее штамбик там есть небольшой, такой есть. Значит, распластывается под землей и на здоровье пусть распластывается. Вот. Часть попадет под снег, значит. Тем более урожая дождетесь. Никаких обрезок.